Люкс ФМ представляет Попросить, чтобы я сказала Что это они делали нос Чтобы у них было больше клиентов Ребят, привет Спасибо большое, что подписывайтесь на нас Ставите лайки и пишите комментарии Наши программы Сегодня у нас Алина Гросс Здравствуйте Мы сразу Начнем с гугл запросов А тебе очень много гугл запросов Ты знаешь, какой самый главный гугл запрос? Не знаю Попробуй угадай, какой самый главный гугл запрос О тебе Я без понятия Ты что, никогда не искала себя? Ну, я просто не интересовалась Какой самый главный Я предполагаю, что там возможно Что-то такое Каверзное На самом деле Алина Гроссу маленькая бдилка Серьезно? Это один из самых главных Гугл запросов Слушай, ну тебя-то раздражает вообще Когда тебя называют Маленькая бдилка Вспоминают эту песню Меня это не раздражает Скорее Как-то и умиляет И заставляет больше работать Потому что Все-таки Хочется перебить Хочется перебить То, что было сделано сначала Но Это и радует Потому что Обидно, когда совсем нет за что Зацепиться В работе артиста То есть Если Там нет никакого Упоминания о других песнях И ты весь такой Типа Что же она поет А так хотя бы про бдилку Говорят уже хорошо Слушай, ну тебя хотя бы раз На корпоративе Спросили спеть Маленькая бдилка Не раз Не раз И это все смешно Но обычно это когда там Концерт заканчивается Ну давай-давай-давай Хоть под гитару И ты поешь? Нет Ну как бы это все Говорю, извините Если я буду сейчас Петь в своем возрасте Бдилку То решат, что я на чем-то Жестко сижу Когда ты последний раз пела Эту песню В девять лет Ну именно Это последний раз Это последний раз На концерте В девять лет пела Ну дальше В программе Она не особо сочетается С Вовой С грязными танцами С хочу я баса То есть Это не совсем то Что наверное Неорганично Вот если бы Какая-то маленькая девочка Пела сейчас Эту песню То было бы наверное прикольно Или сделать ремикс прикольный Слушай, но У тебя вот Очень длинный Творческий пункт Ты очень много прошла И разные были периоды Но Меня всегда Лично меня всегда Интересовал Конечно период Вот который Недавно закончился У тебя Это Лепс Лепс Продакшн Да Вот Слушай, но Это же тебя Лепс Заставил Перекраситься В блондинку Не то чтобы заставили Я из тех людей Которые любят Что-то кардинальное Мне не идет Просто русый цвет волос Мне идет Или черное Или белое То есть Каких-то там Полутонов Невозможно Что-то контрастное Когда мне сказали Может А я была сильно черная И прям откровенно Я выглядела Гораздо старше Если я сейчас Перекрашусь в брюнетку Я буду выглядеть так же И будет Ну вот Ни капли Не лучше Ничего не изменилось Мне сказали Попробую перекраситься В какой-то другой цвет Ну то есть Посветлее Для меня посветлее Это сразу же Бегом Краситься в белый Я говорю Что я бы хотела Какой-то светлый Холодный Изначально Ходила в холодном Прям такой Белоседой Мне он тоже нравился Но Он тоже такой Немножко напряженный Поэтому сейчас Как-то балансирую Да Спасибо Григорию Викторовичу Он конечно В этом плане Мне даже помог Слушай Но он-то категоричный Всегда И со всеми Были Те моменты Которые тебя Не устраивали Я бы не сказала Меня скорее Не устраивало То что Хотелось бы Еще больше работать Вот С ним С ним Имеется Да Потому что Очень большая команда Работала на тот момент В продюсерском центре И От самого Григория Викторовича Было не так много Внимания И работы Над проектами Я же Как бы сначала Там у нас было Двое-трое Потом появилось Совсем много людей То есть Там было семь человек Я понимала Что Если я хочу развиваться Я хочу большего А ты постоянно стоишь В очереди На выпуск трека То есть Куча артистов И они же постепенно Выпускаются Мне же хотелось Быстрее Потому что Я сама делала На студии То есть Я не В самом Продюсерском центре Записывалась Некоторые треки Тоже были записаны Там Но в основном Это все Было за пределами Продюсерского центра Я приносила На утверждение Когда не нравилось Переделывала Опять приносила Утверждение Оправдались ожидания Которые ты Ставила себе Перед работой С этим Продюсерским центром Да Я могу сказать Что да Какие плюсы были Плюсы были В том Что я научилась Скажем так Работать вживьем Настолько Насколько Это было возможно В продюсерском центре Никто Никогда не пел Под фанеру Потому что Это неправильно Это не Это не хороший тон Ты артист Ты человек Который Поет И ты обязан На сцене Ты скажем так Ты единственное Что ты можешь Хорошо спеть И с душой И выложить себя Полностью А все остальное Это начинает Убивать И для меня Был именно Как пример Лепс В том плане Что он Наверное Один из единственных Артистов Когда на сцене Нет никакой Толком Ну по танцовке Так что да Даже не по танцовке Никаких оборудований Таких Чтобы все Мигало И сверкало Он один Есть музыканты И это полностью Отработанная программа С шикарным вокалом И энергетикой Хорошо То есть человеку Ничего не мешает Плюсы понятны А минусы Этого сотрудничества Минусы Единственное было в том Что мы по-разному Смотрели На меня Как на артиста Потому что он Хотел чтобы я Наверное Не то чтобы хотел Но как-то он все Пытался более взрослую Программу И ближе к шансону А я понимала Что на тот момент В 20 лет Проект Михаил Нам будет лет через 20 Но явно Не поверят Девочки Которые 20 лет Как бы я не выглядела Старше Младше Даже с моим Внутренним миром В том что я могу Что-то чувствовать И я что-то прожила То есть обычно В такое время Выпускаются песни Тут с прямой бочкой И хочу Я баса Если бы Сейчас Ты вернулась В то время Ты бы еще раз Сотрудничала С этим Продюсерским центром Да Я бы попробовала Возможно бы Как-то поменяла Что-то Возможно Я бы Не рвалась Слишком современную музыку И не пыталась В себе Возможно Я бы не выпустила Такой клип Хочу я баса Не зря По поводу этого Google запроса Мы говорим Да Алина Гроссу Маленькая бджилка Но ты же понимаешь Что до сих пор Особенно в Украине Ладно Алина Гроссу Которые познали Эти молодые актеры Навсегда Оставили в себя Я скажу честно Я скажу честно Что я даже В 2010 году Еще до всех этих процессов Что сейчас происходит Я даже И потому что не справлялась И поехала учиться в АВГИК Потому что я В какой-то момент устала От того, что постоянно Маленькая бджилка Маленькая бджилка И ничего не помогало Ни скандалы Которые сделаны были Относительно специально На тот момент Ни Мелом на асфальте Которая тоже Как бы хорошая песня была Может все Богами Между нами Решено Но мое сердце Будет биться Лишь для тебя Одного И вроде бы как ее пели И больше просмотров было И клип сделал Клип снимал Бадоев И все прям шикарно было И органично смотрелось Но даже оно не смогло На тот момент Заглушить маленькая бджилка Наверное это штамп Штамп Коли в дорозе Коли відпочиваешь З друзями Коли знаходишься вдома Коли працюешь в офисі У тебе завжди Классный настрій Разом З Люкс ФМ Слухай найкращие хиты Та жарти Де б ты не был Люкс ФМ Розважальное радио Номер один И ты захотела стать актрисой Для того, чтобы поменять себя Ну, то есть заниматься творчеством Я все равно продолжала петь То есть я не переставала ходить на уроки Наоборот, как-то закрепилась Начала больше заниматься вокалом Больше, больше, больше Но при этом Мы не пытались форсировать То есть мы не пытались выпускать Часто песни Не рвали так рубашку на себе Что все, я сейчас всех порву Я решила попробовать себя в другом направлении И попробовать Немножко на другом рынке Тоже нельзя, наверное, сказать рынке Но попробовать в другой стране Чтоб не было штампа Потому что в сравнении Меня немножко пугало И в 2010 году Я поступила во ВГИК Я там же пообещала Что я буду меньше петь Потому что все-таки попсовость Убивает настоящее искусство Которое дают педагоги Великие творцы, конечно Они сказали, что подождите Вот эта вот вся попсовая музыка И то, что на эстраде происходит Это все не к нам Это пошло Поэтому пока вы находитесь На территории ВГИКа И обучаетесь здесь Какое-то время вам нужно воздержаться Вот от этого всего Я говорю, вообще не проблема Я хочу получить образование Но ты все-таки сейчас больше актриса или певица? Не могу даже разделить В данный момент я параллельно и снимаюсь И записываю песни Что больше приносит сейчас денег? Естественно, музыка Потому что в кино я только с 19 лет То есть за 5 лет ты все равно еще начинающий актер Самый успешный из моих проектов Это «Тайная любовь» Который буквально недавно выходил Там было 48% аудитории Собрал сериал Это очень круто С одной стороны С другой стороны Не хотелось бы, чтобы я становилась прям сериальной актрисой Я все-таки мечтаю и жажду этих полных метров Подожди, но ты говоришь, что пение приносит больше денег Но оно-то и больше забирает денег? Оно и забирает Кино все равно не забирает вообще денег То есть кино это ты ходишь по кастингам Просто отбиваешь каждый порог Миллион раз проходишь Миллион раз Пока ты найдешь Пока в тебе не увидят именно тот типаж Который себе представляет режиссер, продюсер В общем, вся группа Кто сейчас тобой занимается? В данный момент мной никто не занимается У меня есть просто своя команда Которая со мной вместе на протяжении прям с 13 лет Команда просто становится более современной, молодой То есть набираются новые люди Которые как-то по-другому уже смотрят на мир Потому что там некоторые из членов моей команды Они уже такие достаточно взрослые И явно они слушают другую музыку А как команда работает над тем, чтобы убрать это клише? На самом деле над пиаром самим У нас никогда нет рассылок никаких Мы этим не занимаемся Максимум, когда выходит клип А так все берется из моего инстаграма Поэтому так много там новостей Которые в основном, исходя из комментариев людей Там Алина Гроссу удивила Разочаровала Восхитила и тому подобное Это, конечно, с одной стороны смешно Потому что Я считаю, что в стране есть какие-то более глобальные Важные новости Чем брать, что я кого-то восхитила Удивила Открыла грудь Или что-то еще Алина, твое имя Все равно Оно собирает Оно собирает просмотры Оно собирает читателей на сайтах и так дальше То есть почему бы этим не пользоваться? Почему бы здесь тогда Благодаря этой ситуации Не развенчивать это клише? Почему мы Ну, почему, ладно, я не кричу, что я маленькая обделка Потому что чем больше кричишь, что ты не это Тем больше все равно пчелка, пчелка, пчелка Ну и что, что она говорит, что она не она Если она, это она И вот сто лет уже, двадцать лет она пчелка Ты понимаешь, просто смотри Ситуация такая получается Вот как я, как обычный зритель Я вижу девочка красивая, маленькая девочка, миленькая И песни классные И все И тут следующий этап Это не мокрые ресницы даже Это хочу ябаса И вот у людей в Украине Это было тоже специально сделано У них как бы разрыв шаблонов идут Это и было То есть, опять же, все там В какой-то степени разочаровываются Как эта маленькая девочка Что же она сделала, разделась И тому подобное И грудь силиконовая И тому подобное И все остальное Это специально делается Не грудь силиконовая Силиконовой груди нет Делаются специально какие-то такие шаги Чтобы просто обрезать Пусть лучше будет больше негатива Но люди обратят внимание Что все изменилось И давно Что... Но тебя-то подкашивает этот негатив? Нет, вообще То есть, мне кажется, что во мне просто Какая-то громадная сила воли В плане того, чтобы воспринимать Только конструктивную критику А не все остальное То есть, я ставлю себе какую-то цель Когда я что-то выпускаю Это не... А бы что-то Вот захотела, сделала то Захотела, сделала то Мне на это нет ни желания, ни времени Мы делаем какие-то определенные точечные шаги У нас есть стратегия Чтобы выпустить какой-то продукт Который бы как-то поменял что-то Какое-то было другое восприятие Сначала мы выпускаем Хочу я баса Это еще было с Григорием Викторовичем Да Сделано После этого проходит какое-то время То есть, выпускаются найки еще Выпускается альбом, которым Как бы я не могу сказать, что я горжусь Он прикольный, но это не совсем моя история Но сделан для того, чтобы пересмотрели люди А дальше мы делаем эту монашку Которую тоже показывают Тут монашка это тоже слишком кардинальная штука То есть, я же не превратилась в нее Я не хочу оскорнить религию Подожди, я правильно понимаю? То есть, это все делается специально Ну, это не специально Чтобы убрать конкретно стеной то прошлое И сейчас, чтобы люди смотрели на тебя Как на взрослую, самодостаточную артисту Естественно, это не так сценарий Что мы все такие продуманные И пишем тут такие стратегии Просто логически, если подумать Нужно, чтобы сбалансировать Нужно встряхнуть чуть-чуть То есть, аудитория со всем Там готова только к маленькой девочке Встряхнули и показали, что оказывается Это уже такая тетенька в басе То есть, уже выросла такая себе полноценная девушка А дальше история о том Что мне не нужно обязательно раздеваться Я не собираюсь это дальше делать Мне есть чем другим Не то, чтобы завлекать Другое Мне есть, что сказать Мне есть, чем петь Мне есть, что петь Я сама пишу в основном Но ты не жалеешь о том, что это такое было популярно в детстве? Нет, я не жалею Вы знаете, даже этот спад дал мне Наверное, еще больше желания работать И, возможно, я осталась такой, какая я есть Без какой-либо, я не знаю То ли звездности, то ли что Я не знаю, что нужно мне сделать Чтобы я была с собой довольна То есть, что это должно быть? Не Вова, который переплюнул В принципе, Вова, один из последних треков Он переплюнул бджилку по прослушиваниям популярности Но бджилка все равно осталась То есть, Вова уже собрал 17 миллионов И это круто Это хорошо Я вижу какой-то результат Но и мне его мало Люкс ФМ представляет Люкс Ботик у Вайбері Это нова та зручна штука Від Люкс ФМ у вашему Вайбері Переконайтеся самі Вам більше не потрібно шаритись по всьому інтернету Адже все кльове та прикольне Вже зібрано в одному місці Ось дивіться, тут є відосики, мемасики І анекдоти для класного настрою До того ж, ними можна одразу ділитися у Вайбері з друзями До речі, ви ж знаете, що Люкс ФМ дарує вам дуже багато крутих призів Які можна виграти у прямому ефірі А подавати заявку на участь у розіграшах можна тільки через Люкс Ботик Обирайте гру, в якій хочете взяти участь І чекайте на дзвінок ведучих До слова, саме у Люкс Ботику ви можете потренуватися Перед тим, як грати з ведучими у прямому ефірі Відшукати Люкс Ботик дуже просто Натискаєте на кнопку «Ще» І під своєю аватаркою обирайте «Паблік аккаунти» Де у пошуку вводите «Люкс Ботик» Давай дружити з «Люкс ФМ» у Вайбері Смійся, грай, слухай онлайн найкращі хіти І розповідаю про Люкс Ботик друзям у Вайбері Так, все, зняли? Так Все, слава Богу Все, 20 хвилин не чіпайте мене, я тут пограю в Люкс Ботик Анекдоти Опа Ще один запрос в гугл Алина Гросс і сем'я Ты ж, наверно, знаєш, да? Тебя все равно всегда воспринимали, що ти дочь богатих родителей І, можливо, із-за цього, ця така ярая антипатія некоторых, із-за того, що вони завидують Тоже, як варіант Я не хочу считати, що люди завидують Не, не хочеться мене це приймати Просто, увы, у нас є якій-то і кліше, і штамп, який сразу же на тебе ставять І благодаря якому ти потім живеш, і люди не хочуть від нього відбавляться У мене родителі ніколи не були якими-то супер-богатими людьми Кто би щас поверил или не поверил У мене у конкурентки на тот момент, дедушка був, если не ошибаюсь, мэром Донецка Меня все время с ней путали, і ее со мной І це повезлося В политике на уровне городском І це не що-то сверх таке Я скажу, що політика, извините, не приносила денег Потому що у мене, к счастью, чи к сожалению, отец чуть-чуть другого ума І в нём нет, нет ничего плохого Я не знаю тех людей, которые, зная бы папу, сказали что-то про него Хорошо Что он кого-то обидел, или что он у кого-то что-то отобрал Но подожди, но для того, чтобы снимать, снимать классные клипы Ребенку, который, ну давай так, с коммерческой стороны поговорим Он не окупается концертами, он не получает гонару Семи лет начала уже хорошо зарабатывать Хорошо, окей, но я думаю, что это все равно не окупалось в тех вложений, которые были Это песни, это классные клипы, да, потому что снова-таки, как я сказала, конкуренция была еще с одной артисткой И мне казалось, что вот у вас было это постоянно такое, типа, кого должен переплюнуть Вы знаете, вот я на примере сейчас, вот современной музыки Самые крутые клипы не обязательно самые дорогие Сейчас многие клипы снимают даже на камеру телефона И это нормально, круто, очень модно и фантастически выглядит Сумасшедшие вливания, но можно же посчитать на пальце, сколько эти вливания происходят Это не миллионы, не миллиарды Это какая-то определенная сумма денег, которую, в принципе, можно вытащить А когда родители любят своего ребенка, лично мои отдавали на меня все Они не ездили отдыхать, ну, в смысле, мы не ездили отдыхать Я не была, в принципе, нигде не отдыхала с 13 лет И только, как бы, опять начала куда-то мотаться Ну, со своим мужем, ну, тогда еще молодым человеком Родители не отдыхают, они, как они пашут, мне так не снилось даже Потому что они с 7 утра все время на работе на ногах То есть в 6 утра нужно встать И так же до ночи они занимаются Это не то, что они сидят себе в кафе и тратят деньги направо и налево через ноутбук позвонить пару раз Они держат все на себе и поэтому зарабатывают Но когда родители прекратили конкретно вкладывать тебе деньги или поддерживать финансово? Лет в 13 они, ну, как бы, я начала просто сама, вот что зарабатываю, то у меня есть Все На период в ГИКа с 15 по 19 лет, я, можно сказать, жила... Сейчас скажу Была стипендия 1200 рублей И мама мне еще разрешила, вот давала, вот как раз тот период времени был, там, первый-второй курс Я не пела, не гастролировала, не выступала По 100-150 рублей в день мне было То есть 1200 и 150 рублей в день Ну, не гривен, я училась в Москве, а именно рублей Это, то есть, в два с половиной раза меньше Хорошо, а как ты тогда жила? А мне что, я что по ресторанам ходила? Я не хожу по ресторанам, у меня такого не было Хорошо, где ты жила? Я жила в общежитии одно время И потом, когда началось такое достаточно... то, что прессирование Родители переживали, чтобы как раз общежитие меня не испортило Так надо мной, как бы там ни было, сильно опекались И в 15 лет ребенку это не как обычно поступает в 18 И уже есть более-менее своя голова на плечах Они переживали, что могут быть алкоголь, наркотики и все остальное Какие-то еще беспорядочные связи И, естественно, они переживали, поэтому меня тихонечко перебагрили Приехала ко мне бабушка Начали снимать однокомнатную квартиру на Свиблова Это один из таких самых, ну, таких не очень районов Можно, ну, нельзя так, наверное, тоже говорить В общем, один из районов, там, где... Неблагополучных Ну, неблагополучных Не самых неблагополучных, но так, чтобы никто бы и не поверил, что такое может быть А откуда тогда вот эти все... вот это все восприятие, что баснословно богатые родители Которые всегда обеспечивают свою дочь Откуда это восприятие? Восприятие это из самого детства, наверное Ну, как бы, как-то так Потому что какая шла подача не только от меня Я не знаю, может, найдутся те люди, которые все-таки скажут о том, что они меня видели Как я разбрасываюсь деньгами и где-то шоплюсь по, не знаю, по какому количеству денег Такого никогда не было То есть, мало того, касательно Вливаний денег Родители вкладывали деньги в клипы, в песни Вот, даже в раскрутку тогда не вкладывали, что интернет был, они... Ну, бессмысленно Клипы, песни, телефоны, одежда, все остальное Если у меня были деньги, и я заработала, я могла их потратить И пойти там в кафе куда-то с друзьями и тому подобное Если денег у меня не было, мне их никто не давал сверху Потому что хотели, чтобы я зарабатывала, работала сама У нас в семье именно так Если отец у меня изначально, то есть, из достаточно неплохой семьи Он вырос в Черновцах То есть, квартира двухкомнатная, небольшая И к 29 годам он был налоговым инспектором Он впахивал тоже То мама у меня из села Белоусовка Сокирянского района И она как раз выросла именно в той семье, там, где перенашивали одежду друг за другом дети То есть, она тоже когда-то хотела учиться играть на фортепиано в самом детстве Но на это не было денег Она даже этим не смогла заниматься Мама как бы свои желания на тебя Да я бы не сказала, что она прям... Нет, тут тогда и папа свои желания на меня Потому что они меня сразу же отправили в три года Ну, говорит, да, в два с половиной, в три Всякие подготовительные группы На украинский, русский, математику, английский, музыка Ну, то есть, сольфеджио Фортепиано отдельно Вокал, хореография Ну, в два с половиной, в три То есть, в два с половиной было там только языки То есть, буковки учили Математику я до трех лет знала, в принципе, таблицу умножения Ну, не до конца, там, до пяти, до шести То есть, уже как-то это все дальше, там, на семь, восемь, девять Доучивали в первом, втором классе Меня дрессировали очень сильно И надеялись, что я в будущем не буду петь А вокал это было как девочка должна быть развита во всем И чтобы было примером Но у тебя детство было счастливое? Я не знаю, какое было у других детство Я не знаю, то есть... Сейчас, оглядываясь уже во взрослой жизни На свое детство Ты считаешь, что И когда у тебя появятся дети Они бы так же должны были бы провести свое детство? Мои дети точно не будут петь, я думаю так Потому что это тоже травма Это тоже травма для ребенка Ну, это я со своей стороны говорю В плане том, что Лично для меня это травмой не было Но я бы не хотела, чтобы сыпалось столько критики в сторону моих детей Дети не готовы к этому И дети ничего никому не сделали Чтобы слышать, как и настолько восхищенные какие-то комментарии Так же и негатив Маленький ребенок должен... К маленькому ребенку должен относиться, как к маленькому ребенку И маленького ребенка, как и восхищенные взгляды, могут испортить И он словит звезду и начнет себя неправильно вести Так и негатив Он убивает какую-то малейшую уверенность в себе У нас такой двигатель прогресса Это именно мама Благодаря маме она не видит по-другому Она не воспринимает людей, которые не пашут Она меня просто подрывает в 6 утра каждое утро Грызет И благодаря ее, наверное, воспитанию Ну и папиному, естественно Потому что рядом с мамой и папа просто зверем становятся Я выросла такой, какая я есть То есть у нас нет такого, чтобы мы спали до обеда И тусовались по клубам Меня-то и в клубах никогда никто толком не видел Я не могу сказать, что как-то по-другому тоже лучше Если бы я выросла во дворе постоянно Я бы была просто, возможно, другим человеком С моим характером, весьма возможно, я была бы миллион раз ленивее И второе, я бы, скорее всего, совсем в себе закрылась Потому что я до сих пор уверенная в себе И, ну, как бы у меня достаточно такая открытая И напористая подача только на сцене В другие моменты я очень стесняюсь и смущаюсь И если бы не сцена И, наверное, то, чем я занимаюсь Я бы была совсем какой-то зажатой Все очень просто Я тебе задаю вопрос, ты мне врешь Окей, трудно Какой у тебя псевдоним? Игнат Оборачиваешься, когда тебе кричат вслед «маленька бджилка»? Каждый день Был роман с кем-то из шоу-бизнеса? Нет После секса ты любишь? Спать Считаешь себя самой сексуальной артисткой в Украине? Конечно Кто твоя самая главная конкурентка на сцене? Витас Могла бы простить измену? Да Целовалась с парнем, который тебе не нравился? Да Сплетничала о ком-то в шоу-бизнесе? Не знаю Читала тайком смс-ки мужа? Нет Еще один гугл-запрос Конечно же, Алина Гроссов вышла замуж Значит, слушай, но 5 свадебных платьев Да Видите, как это все выглядит со стороны? Ну, это шикарно выглядит со стороны А я скажу по-другому С одной стороны Подожди, там 100 гостей, там замки, Верона, да А второй день еще в Венеции Ну, то есть Ну, это все красиво Вообще Да, это звучит шикарно Скажу про свадебные платья И про то, что их там было Там было больше 5 штук Короче, у моей тети То есть в Черновцах очень развит бизнес свадебных платьев Сволоки очень многие везут То есть там прямо по всему миру эти платья Ну, не только там тетины платья Ну, в общем, продаются в разных странах У многих есть такой бизнес У меня у тети тоже салон И она меня обшивает, можно сказать, с 3 лет То есть как я вышла на сцену Все было в основном от нее Какие-то там чуть-чуть более современные Неклассические Уже шились в других местах А красивые платьица делала она Естественно, она как любимая племянница Она не подарила 5 платьев То есть мне пошили, именно лично мне 2 платья на 2 дня Потому что все было гарно Хорошо, скажи мне тогда И она мне их подарила У вас свадьба, но это очень дорогая свадьба И стоила она около 100 тысяч долларов Это подсчет светской жизни, кстати Это подсчет светской жизни Хорошо Не то, что как было на самом деле А как было на самом деле? Если бы я знала То есть с одной стороны От одних родителей подарок был свадьба От мужа родителей был подарок, квартира Но это как бы вот потому, что он сын И поэтому вот так решили Ну, что ты не знаешь, сколько потратили на свадьбу Ну, это странно Ну, честно Ну, как, вот я женюсь Скажу Допустим Замок стоит в районе Для приезжих людей Так В районе двадцатки он стоит То есть самый дорогой Вот я включил корпулятор Давай, двадцатка Так Но мы тратим не двадцатку, а восемь Потому что у нас есть друзья в Италии Хорошо, минус 12 Восемь Пожалуйста Хорошо Касательно еды В районе Семидесяти что ли евро На человека Было сто человек Да, в районе сто человек Семь тысяч евро Ну да Значит плюс Семь тысяч Мы сейчас вообще сэкономим с вами Так Алкоголь Спасибо большое реально за организацию всего Нам алкоголь разрешили свой То есть Ну, выше Семь на него тратим Но это еще там Пять косарей Это спасибо стоимость Ну, я думаю больше чем пять косарей На алкоголь, потому что алкоголь Самое дорогое в основном Десятку берем Ну, хорошо Десятка на алкоголь Так Проживание людей в гостинице Тоже гостиница друзей Получается просто в разы связается Ну, по 500 евро за номер Не, не 500 евро Вы что там 120 может Хорошо Ну, плюс питание 200 Да? Ну, 120 Хорошо, 120 100 гостей Это приблизительно На два поделить Ну, да Это при 40 номеров В некоторых по 30 40 на 120 4,800 4,800 Правильно 4,800 Так 30,000 29,800 30,000 Ну, и проезд Все гости Проезд Это уже брали Самолет Арендовали Про касательно Цены самолета Ну, аренда Аренда самолета Это где-то Десятка Пусть будет так Значит, плюс 10 Да 39 То есть, по сути, 40 тысяч евро Обошлось Венеция Это один Или два Это венец Мы не Во-первых, посчитали Мы проживание Если мы посчитали То это нужно проживание Увеличить два раза Потому что там уже было Несколько дней То есть, это не Не одна ночь Плюс еще 4,800 Да Плюс 4,800 44,600 Ну, то есть, 50 тысяч евро Ну, давайте даже больше так сильно округлим До 60 До 60 И это потому что, опять же, не всегда нужно иметь слишком много денег Да, это очень дорогая свадьба Как для обычного человека меня Это твои родители, получается, тебе сделали подарок Это родители подарили мои свадьбы Потому что неправильно, чтобы все же них обеспечивал Большая часть гостей, это были публичные люди Кто подарил самый необычный подарок Большая часть гостей, это 5 людей Из ста Их величина Их величина просто Они из-за пятерых Конечно Да как-то Просто Мы не приглашали людей звездных А-ля просто, чтобы пригласить Чтобы кто-то, какая-то тусовка была Это были приглашенные самые близкие люди С Ирой я с трех лет Ну, он твой крестный Ну, с трех, с четырех, пусть быть С четырех лет С Ирой я знакома Да, и она моя крестная Но она моя крестная пошла в бизнес У моего младшего брата А она именно настоящая крестная Павла Зибров тоже крестный отец моего малого Младшего брата Козловский друг С самого его еще начала карьеры А вы делали вот эту модную сейчас штуку Когда ты приглашаешь гостей И отправляешь ему список того, что можно подарить Не Такой же я знаю, что это очень модно Особенно в Европе, в Америке Чтобы не дарили там четыре тостера Вот у вас есть список, вы можете подарить, выберите Что вы хотите Не, мы такого не делали Во-первых, если мы везли из Италии тостеры Кухонные, комбайны и все остальное Да, ну, в основном, да, деньги дарили Так вы, получается, еще с мужем и заработали на свадьбе? Я бы не сказала, что мы так сильно Вы же родителям не отдали? Ну да Это был плюс именно наш с мужем, да Но так как у нас квартиры То приходится сейчас в ремонт В кухню и все остальное Вот мы сейчас этим и занимаемся То есть обустраиваем гнездышко Скажи мне, ну, твой муж не публичный человек Не, не публичный Но его называют таким громким словом бизнесменом Да С чем связан его бизнес? Давайте так, я не буду его называть бизнесменом Потому что в 25 лет бизнесменом это очень грубо сказано Хорошо, а с чем связано его дело? Это компьютеры, IT-технологии Компьютерные клубы И там автосервис Такси общее Ну, вот, в общем, практически все из этого Кроме компьютерного дела Это как бы они с друзьями делают То есть они именно с друзьями Это не родители помогли И настоящий отец Саши Он умер Вот он был достаточно очень обеспеченным человеком Но Сашу он толком и не воспитывал Но это его личная драма И мне, наверное, неправильно было бы Об этом говорить Очень замечательный человек Он реально воспитал Воспитывал Сашу просто в самых лучших традициях Загонял Саня для своего возраста Я, если честно, даже и постарше людей не видела Настолько развитых И именно благодаря ему Я сильно повзрослела И вроде бы по идее Все, наверное, ожидали со мной увидеть более взрослого человека Ну, как это сейчас принято Если какая-то а-ля телка Сразу же должна быть Кандидатура за 35-40 А мне комфортно с ним Он не только любимый мой человек Он мой друг То есть он, в принципе Так как в Москве я находилась одна И где же мне еще было бы Там с 15 лет с кем общаться И он для меня был всем абсолютно Он мне заменял братьев, родителей Его семья мне заменяла, наверное, мою семью в какой-то степени Кто сейчас больше зарабатывает? Надо подсчитывать Так, у меня уже капитулятор сдох У нас есть общий Общий, скажем так Не скажу себе В общем, есть общая такая касса Куда, в принципе Мы стараемся Сначала просто мы договорились как То есть я была против того, чтобы он все делал Потому что в нашей семье должны зарабатывать оба Как и у меня родители так приучили И я сказала, давай хотя бы так Мы поровну будем Ложить в какой-то степени В нашу эту кассу А потом получилось так, что он все равно больше ставит А мне еще остается что-то на то, что я хочу Пожалуйста Не ревнует он тем образом, который ты несешь в массы своим творчеством? Не ревнует Потому что как бы там ни было Он все равно один из единственных Кто знает меня абсолютно Досконально И такой, какая я есть Мало кто из людей Знает то, чем я интересуюсь Чем я живу Что я делаю ночам Что я там круглосуточно наигрываю на фортепиано Если есть какой-то выходной день Что я много рисую Что в принципе не показываю никому Что я пишу не только песни, но и стихотворения И что именно у меня внутри творится Какая я есть Что я там не стервозная А скорее И скорее я именно терпила во всем Я никогда не накричу Никогда не влезу первая в конфликт Именно он знает, какая я Слушай, а не было такого желания у тебя Сказать Да пошли вы нахер со своей этой музыкой Все, я больше не хочу Петь У меня хорошо получается Кому это сказать себе? В том числе Нет Чтобы меньше было гадости Чтобы меньше было Вот этого всего говна Который выливается Так а сколько всего хорошего есть? То есть с каждым годом Смотри, в интернете Наоборот лучше Много пишут гадостей Да, при личном знакомстве Хорошие обычно люди говорят Но в интернете Но это же невозможно Иногда воспринимать Если очень много негатива Причем Ну да, ну так Да, она низкая Она все низкопробная Но тем не менее Мы все живые люди У меня это не особо сильно В какой-то степени ранит То есть если я подключаюсь К этому и начинаю вчитываться Что же это такое Да, в какой-то степени Она тоже влияет на мою самооценку Но я не думаю Почему человек пишет гадость Я думаю Почему именно он меня видит такое Что не так я делаю Не то, что во мне не так Что не так я делаю Что меня видит такой Потому что Ну как бы Смотрит нас со стороны И видит именно Что человек делает А не то, каким он является внутри Поэтому все дело в действиях И конечно я пытаюсь пересмотреть Но какие-то есть вещи Которые, блин Мне так нравятся Я так хочу Готова пожертвовать карьерой ради семьи? Всегда у меня уже какой раз спрашивают Я выбрала себе Выбрала Я влюбилась именно в того человека Который никогда не поставит меня перед этим выбором Потому что он понимает Что я счастлива именно на сцене Я счастлива именно в работе И если я не состоюсь Если не реализую себя Я буду ненавидеть и себя, и весь мир Еще один запрос Google Последний, кстати Тоже один из популярных Алина Гроссу Пластика Алина Проект Рассказывай, пожалуйста Сколько Пластических операций ты сделала Сто штук Ну правда Давайте вы приблизите Я могу даже вытереться И станет понятно Что бы кто говорил Верит мне или не верит Мне уже смешно Точнее мне уже тошно Мне уже это Ну подожди Смотри Почему так говорят Потому что я изменилась Ты изменилась Да Это раз Во-вторых Вот даже фотография была Недавно Но если бы журналисты Этого не написали Люди бы так не сказали Потому что тыкнули миллион раз носом Там же были комментарии тоже Про нос Особенно много говорят Про нос Да Что нос стал меньше Вы понимаете Меня в детстве называли Пекинесом и Майклом Джексоном Ничего не изменилось Я такой же была Как у меня нос был маленький Такой если посмотреть Он остался Только я крашу Теперь его по-другому Если раньше он у меня еще был Типа Просто курносый То теперь я ставлю Вот тут две такие Ребра жесткости Как папа говорит Убери их И как бы нос Еще меньше становится Потому что Как мне кажется Он таким более ровным Выглядит аккуратным Я бы лично сама хотела Чтобы у меня был больше нос Длиннее по крайней мере Но я родилась Именно с таким носом Что бы я с ним ни делала И тому подобное Я такая какая я есть Если я изменилась В какую-то худшую сторону То в этом проблема Только меня И все Хорошо А вот есть такое слово Я недавно только прочитал Кстати у тебя В инстаграме В комментариях Мешочки Биша Мешочки Биша Я знаю что это такое Но если посмотреть Биша или Биша 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 Наверное Биша Если посмотреть на меня Прямо и ровно У меня осталось такое же Красивое кругленькое лицо Вот Все зависит от того Похудею я или нет А ты склонна к побыть? А как вы думаете Если меня Как бы Меня видели Одно и все время В детстве Там хомячок Такой был Кучерявый Круглощекий И мне приходится Очень сильно следить за собой И держать себя все время В каком-то равновесии Особенно если есть Какой-то такой Плотный концертный график Я неправильно ем А ем на ночь Никакого спорта А от концертов Не всегда ты и худеешь То есть вроде бы Впахиваешь И в семь потов Но это не так помогает То есть нужно реально Постоянно ходить в зал Правильно питаться И вот иногда В разгрузочные дни Устраивать Не жрать Подожди То есть получается Вот это Нет Это скулы Но Это не филеры Нет Это не филеры Можете потрогать Потому что Если бы это были филеры То оно бы сильно выделялось И у меня бы Наверное Вот тут так было Хорошо А как он называется Лоб Лоб Как он блин Как он называется Вот этот Который вкалывают Ботокс Спасибо Ботокс Когда он есть Тогда Невозможно У тебя морщин нету Алина А почему у меня Должны быть морщины В 24 года Вот мне 22 Посмотри У меня в 22 года Уже есть морщины Когда обычно Есть ботокс Тогда Брови не двигаются Если смыть косметику Я выгляжу младше Так больше нравится Моему мужу Потому что Типа натуральная Натуральная Такая милая Ся-ся-ся Аноносик Выкладываешь фотографии Натуральные Выкладываю Но не так Я друге в истории В основном выставляю То есть я в истории Могу спокойно Мало того я в эфиры Прямую выхожу Не накрашенной И как бы все такие Боже Так мило выглядишь Какие комплексы У тебя все равно есть По поводу своей внешности Куча Мне бы хотелось Родиться Абсолютно Грубо будет Плоской И чтобы мне не надо было Все время Следить за тем Как Что я возьму В рот Что я лишний Какой-то Я не знаю Кусочек шоколадки съела Засыпала после бурной вечеринки Несмых макияж Загорала голенькой В детстве Ходила в туалет с подружкой Устраивала истерики парню Из-за того, что он не перезвонил Занималась сексом на первом свидании Бросала парней по СМС Ай-яй-яй Был курортный роман Уставала от публичности Какая публичность С нее нет Плакала от комментариев хейтеров Выступала с высокой температурой Жалела о своих поступках Тебе дарили фанаты неприличные подарки Ходила с подружками на мужской стриптиз Ездила в плацкарте Открывала сама винишко Мне кажется, у меня все будет так Тебе говорили, что петь это не твое Вопросы из соцсетей Аленчик Пит спрашивает В чем смысл жизни Алины Грузу И как расставлены сейчас ее приоритеты В чем смысл жизни В данный момент в развитии В данный момент в семье И так, наверное, будет всегда Семья будет всегда моим смыслом жизни Мой смысл жизни – это моя работа Чтоб достичь определенной точки Для меня и раскрыться максимально Насколько я это могу И выложиться прям на сто процентов Вот Евгений Лавренюк, видишь, 23 Спрашивает, Кисель, сколько стоит твой нос? Ну вот прям реально видно, хирург талантище Боже, спасибо большое, что передам своим родителям Да, наверное А мне не нравится, вы понимаете, в чем проблема И, кстати, хочу обратиться Ко мне обращалась уже около трех хирургов Которые хотели попросить, чтобы я сказала, что это они делали нос Чтобы у них было больше клиентов За какие-то баснословные деньги И это смешно И я просто убиваюсь, потому что до сих пор Ни один человек, ну то есть, пожалуйста Пусть выйдет кто-либо и скажет реально То есть посмотрит на меня, проведет и не знает через что Через увеличительность стекла, нос И докажет, что я реально делала Не по фотографиям, которые можно отфотошопить И все остальное А реально, чтобы посмотрели и сказали Как я это сделала? Кто мне это сделал? Дана СС, скажи, пожалуйста, почему на свадьбе все-таки было не одно платье? Потому что я думала, что будет второй удобнее И поэтому я слишком рано сняла первый И решила его не на второй день надевать, а в первый А второй оказалось еще неудобнее То есть я думала, что я там сдохну А у меня была только одна примерка То есть у меня была примерка за месяц до свадьбы И я не... То есть меня измерили, а платье я не мерила Я не знаю, как оно То есть я видела там по скайпу Ну ладно, там по приложениям Короче, я видела, как оно выглядит Более-менее Мне привозят И почему-то юбка подскочила вверх спереди Хотя полностью по мне измеряли Но из-за того, что очень пышная была вот эта вот штуковина Так, чтобы это была максимальная принцесса Один раз в жизни хотя бы А ты хотела такую пышную свадьбу? Мне просто кажется, что вот такие свадьбы Особенно двудневные Когда постоянно нужно быть на ногах Подождите, это черновцы У нас три дня свадьбы У нас три-четыре дня минимума У нас все эти свадьбы именно гремять И тут не от количества денег Денег зависит А потому что Это как бы в Киеве в основном Или где-то еще Аккуратненько посидели там 20 людей Очень близкие родственники В каком-то ресторанчике А тут же гудять Там же должно все лица рекой Это ты самогон и водка и все остальное Не дай бог по-другому Я тебе говорю предложение Такое странное или нормальное Сниматься обнаженно для мужского глянца Я уже это сделала Нормально Наблюдать, как целуются парни Наблюдать странно А вот то, что у них там происходит Это их дело Заниматься интимом втроем Странно Петь под фонограмм Странно Облизывать пальцы после еды Окей Бояться уколов Нормально Посещать экстрасенса Странно Вставать ночью, чтобы поесть Нормально Выходить из дома без нижнего белья Нормально Влюбляться в своего фаната Уже странно, а вообще нормально Есть еду, упавшую на пол Вообще нормально, но я так, типа, постараюсь не делать Делать интимную стрижку в виде котика Странно Залипать часами в соцсетях Странно Фотографироваться голенькой в зеркале Не знаю Понятно Ревновать мужа Нормально Юлия Бов Гиря спрашивает Во-вторых, я не знаю Мы общаемся, но меня все равно еще воспринимают наверняка в другой возрастной категории То есть нет общих интересов? Скажем так Во-первых, у меня очень мало людей, друзей из творческой сферы В основном это актеры, да, есть С которыми я прям тесно дружу С некоторыми очень давно С некоторыми там с недавних пор Есть какие-то проекты, которые там обсуждаем Вот А есть люди, которые Ну Из шоу-бизнеса Просто боишься Боишься людей в шоу-бизнесе Потому что Никто не знает Можешь ты чем-то воспользоваться Или не можешь Никто не понимает твоих искренних каких-то мотивов И нет самой цели Ну то есть Если бы мы где-то столкнулись на необитаемом острове И поговорили нормально, наконец-то Понимая, что от этого ничего там не будет зависеть То возможно мы подружились и было бы прекрасно Чайковская 24 Как оно по ту сторону кольца? Никак Ничего не поменялось Ничего не поменялось? Вообще ничего не поменялось Ничего не поменялось Вообще ничего Кроме мужа Муж поменялся Муж такой лапочкой стал Ну он и раньше был лапочкой Но Как-то прям Ну Блин Все-таки он молодой И по идее должен был бы еще погулять Где-то пусть тусоваться А он мало того, что это не любит Но раньше мог там задержаться Немножко с друзьями посидеть До 12 Где-то в кафе каком-то В ресторане Или шоу где-то Теперь возвращается домой в 7 И просто мне трезвонит После работы Ты где? Я говорю Ну я еще работаю Сегодня должна быть Давай быстрее Или я к тебе подъеду Говорю Подъезжай Ну и вот В общем Типа Такое началось И я себя чувствую Немножко мужиком Даша МК спрашивает Не хочешь перепеть джилку В новой современной интерпретации? Сейчас скажу С кем мы об этом Разговаривали Мы разговаривали Об этом с Димой Монатиком Еще 2 или 3 года назад Когда выпускали Песню ревную 3 год назад В общем Мы пробовали Что-то даже придумывали Дима говорит Давай сделаем тебе ремикс Но как-то оно и заглохло То есть мы упустили ревную И я пошла себе В одну сторону У Димки как раз тот момент Кружит Закружилась И закружилась И все Ребята прямо сейчас Подарок от Алины Гросса Все очень просто Вы подписывайтесь Ставьте лайк этому видео И в комментариях Мишите как вы думаете Что принесла Алина Гросса Среди всех Кто правильно ответит Мы разыграем подарок Но главное условие Если вы даже правильно ответили Вам быть подписаны На наш канал Алина и прилагатель Вот ребята Приготовила для вас подарок Здесь находится кое-что Музыкальное Качественное И связанное с хорошими басами